Елена и ее семья – единственные жильцы дома номер 83 по Петра Сухова. В 2017-м его признали аварийным. Второй подъезд давно без дверей, окон и батарей, а свой Елена обороняет от вандалов. Семья должна была уже съехать, отсудив 30 лишних миллионов рублей компенсации. Но почти миллион со счета, если так решит суд, могут списать приставы в счет погашения долга. По словам Елены, семья оказалась в заложниках. Мы вошли в определенную квартиру, но так как нам не удалось рассчитаться полностью. За ту сумму, которая осталась? Да, нам осталось эту сумму отдать и все, мы бы переехали. Естественно, нам сказали, ну раз не можете рассчитаться, до свидания. 26 октября суд должен вынести решение о возможности, либо невозможности, списание приставами миллиона рублей с нотариального депозита. Но уже завтра, 17 числа, по решению администрации района, Елену с мужем и 10-летней дочерью принуждают покинуть аварийный дом. Хотя по закону, говорит женщина, ей положено 6 месяцев на поиск альтернативного жилья. И заканчивается он в конце ноября. Я говорю, мы не препятствуем, что мы отсюда готовы переехать, но у нас некуда. Стараемся, чтобы, по крайней мере, что осталось, сохранить, чтобы было целое. А почему тогда дом признан аварийным? Ну, по состоянию, наверное, кровли, еще чего-то. Вот этого я не могу, к сожалению, сказать. Потому что, ну как, дом построен давно, ну, наверное, пришла его очередь под снос. Срезали батареи или что-то делали, я не знаю, я при этом. То есть вот а так тут все, полы все, все целое. Что мы тут вообще прям рушатся, все, на нас аж балки падают. Такого нет. У супруга Елена зарплата неофициальная. Сама она инвалид третьей группы, ипотеку таким, говорит, она не оформляют. А на работу устроиться пока нет возможности. В ее отсутствие в квартире могут разбить стекла, спилить трубы или отключить газ, что уже пытались. Все это происходит и у соседей. У Натальи Чемодановой с Малахова, 37, в день съемок тушили пожар, в котором погиб мужчина. Сейчас она с супругом – последние жильцы дома. Нас дважды поджигали, топят. Постоянно нам вырывают трубы, делают всякие пакости. Знаем даже кто. Есть очень много видео, что это не бомжи делают, потому что не каждый бомж позволит себе ездить на машине с болгаркой и ездить с газорезами. В выходные Наталья устроила пикет. Ей предлагают компенсацию в размере 2 миллионов 400 тысяч рублей, что на полмиллиона меньше рыночной стоимости равноценного жилья. Пока идут суды, говорит женщина, в ее доме постоянно происходит ЧП. По сообщению властей, уже месяц Наталья не имеет права там находиться. 28 сентября суд постановил признать квартиру муниципальной. У женщины, которой перечислена компенсация, больше нет права собственности на жилье. Сообщаем, что в соответствии с решением Октябрьского районного суда города Барнаула от 5.04.2023, право собственности на квартиру номер 16 по улице Малахова, дом 37, подлежит прекращению после выплаты денежного возмещения в полном объеме. А тем временем Елену Мартын ждет еще один суд в конце октября о лишении родительских прав, потому что она, говоря юридическим языком, продолжая жить в аварийном жилье, создает угрозу для жизни и безопасности несовершеннолетнего. Женщина уверена, что это еще один способ, вынуждающий ее скорее покинуть дом. Готовы ли семье предоставить отсрочку по времени, администрации района и судебные приставы? Этот вопрос мы адресовали ответственным. Мы продолжим следить за ситуацией. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова